Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Последняя глобальная официальная реформа русского языка была в России более ста лет назад, вместе с революцией. Тогда наш алфавит лишился сразу нескольких букв, существенно изменились правила правописания. И последние десятилетия язык меняется настолько быстро, что это едва успевают фиксировать словари. Нужна ли нам сейчас, например, реформа русского языка? Насколько важно быть грамотным и грозить ли нам новый Вавилон? Сегодня поговорим об этом с нашим гостем в студии Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской Академии Наук и главный редактор портала «Грама Тару». Добрый вечер! Здравствуйте! Владимир, я знаю, что вас пригласили прочитать здесь лекцию о русском языке. О чем вы будете говорить? Да, я здесь в рамках проекта «Лига знаний». Это такой цикл научно-популярных лекций по разным областям знания. Моя лекция о русской орфографии, о ее прошлом, настоящем и будущем, о том, как, когда и почему она менялась, как она будет меняться, если будет. И, вы знаете, можно я вас сразу немножечко поправлю? Все дело в том, что реформ языка не бывает. Их никогда не было, их нет и их никогда не будет. Невозможно реформировать язык. Сам язык, то есть его фонетику, его грамматику, его лексику – это то, что развивается само и реформированию не поддается. А то, о чем вы говорили в самом начале, это была реформа правописания, реформа графики, орфографии. Чуть больше ста лет назад она случилась, и действительно была вторая и последняя в нашей истории реформа. После этого реформ не было, в ближайшее время тоже не предполагается. Но вот правописание – это то, что, в принципе, можно реформировать. Язык – это то, что реформировать нельзя. Эти понятия часто смешивают, вот давайте мы их будем различать. Ну, понятно, что это такая саморегулирующаяся система. А какие главные трудности русского языка сейчас? Почему мы вынуждены обращать на это внимание и вот целые лекции, да, и время посвящать именно правописанию? Ну, у нас много непростых вещей в русском языке. У нас богатый язык с древней историей, и очень многое в нем довольно сложно самим носителям русского языка, как родного. Не говоря уж о тех, кто его изучает как иностранный. У нас нет простых и логичных правил постановки ударения. У нас много интересных вещей происходит в грамматике. Меняются значения слов. Это мы еще не берем орфографию-пунктуацию. Орфография непроста сама по себе. Хотя это довольно стройная логичная система, но в ней есть некоторое количество отступлений от основных базовых принципов. И это тоже создает трудности пишущим. То есть в русском языке мы гордимся тем, что он великий и могучий, что у него богатая история. И это правда так, но кое-что как раз вот и заставляет нас сомневаться, задаваться вопросами, обращаться к словарям. И это нормально, естественно, потому что нет человека, который знает, как пишутся, произносятся и употребляются все слова русского языка во всех их формах. Никто этого не знает. И поэтому лингвисты говорят, что чем грамотнее человек, тем чаще он смотрит словарь. Потому что он понимает, сколько трудностей есть в русском языке. Всего знать невозможно. Чтобы не ошибаться, лучше каждый раз себя перепроверять по словарям. Скажите, пожалуйста, а чем занимается институт русского языка? Вот вы приходите на работу, вы что делаете? Я сразу просто вспомнила героя какого-то фантастического произведения, который там букву О, по-моему, вычеркивает, что-то такое. Что делают в институте русского языка? Вы знаете, когда речь заходит о языке, то, как правило, всегда говорят о понятиях нормы, правильности, правильное ударение, правильное написание. Но нужно сказать, что понятиями нормы и правильности занимается меньшинство лингвистов. Большинство лингвистов изучают как раз сам язык, его структуру, изучают особенности произношения, изучают грамматику, лексику, изучают диалекты. То есть не только литературный язык является предметом внимания языковедов. В институте русского языка есть много отделов. И есть отдел культуры русской речи, в котором я тоже и состою, который как раз и занимается вопросами нормы правильности, составлением словарей. В нашем отделе создан академический орфографический ресурс Академос, который опубликован на сайте Института русского языка. Это самая полная база, электронная база орфографического словаря. В других отделах создаются другие проекты. Есть отдел, который работает над академическим толковым словарем русского языка. Есть отдел, который изучает диалекты. Есть отдел, который работает над национальным корпусом русского языка. Это тоже такой большой проект, один из главных проектов Института. Это собрание русских текстов в электронной форме. Но это не библиотека, это тексты не такие, чтобы их читать. Это тексты такие, которые специально размечены, чтобы в них искать. Искать примеры употребления слов. Тексты созданы в разное время, разными авторами. С 18 века по началу 21-го. То есть такая огромная-огромная база. И обращаясь к ней, мы можем увидеть, как ведет себя слово в окружении других слов в разное время. Вот это вот очень большой проект, которому уже тоже не один год. Вот подобные проекты как раз и создаются в Институте. Как пришла идея создания портала Грамма Тару? Это такой очень удачный проект, который родился благодаря тому, что идеи чиновников нашли понимание у лингвистов. Грамма Тару все годы своего существования поддерживается государством. И изначально создавалась по рекомендации комиссии «Русский язык в СМИ». Поддерживала грамоту, тогда это называлось Министерство по делам печати и телерадиовещания. Потом Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. То есть то ведомство, которое отвечает за связь, за массовые коммуникации, за печать, поддерживало грамоту. А все дело в том, что тогда, уже больше 20 лет назад, проводился конкурс за образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности среди журналистов. И был год тогда, в конце 90-х, когда никому не присудили первое место. Потому что никто из журналистов не продемонстрировал образцовое владение русским языком. И тогда задумались, надо создать какую-то словарно-справочную базу в интернете, чтобы у всех пользователей, ну главным образом у журналистов, эта база была под рукой. Оперативно проверить произношение, ударение, оперативно проверить написание слова. И вот такую базу сделали, так появилась грамота. И мы сохраняем эту нашу первоначальную направленность на журналистов. Хотя, конечно, сейчас наша аудитория гораздо шире. Это и редакторы, и корректоры, и те, кто изучает язык, те, кто преподает. Но журналисты пользуются грамотой до сих пор. Именно поэтому у нас среди словарей, например, словарь Зарва «Русское словесное ударение». Самый строгий, адресованный работникам эфира, который выбирает только один вариант, соответствующий образцовой литературной норме. Даже при вариативности норме. Да, да. При том, что другие словари могут показать варианты. Например, мы знаем, что в живой речи одновременно и одновременно правильно и так, и так. Но словарь для работников СМИ выберет для нас с вами вариант одновременно. В эфире нам предписано говорить именно так. А вот это проникновение просторечных слов, всяких же организмов в официальную речь, в язык, вообще-то едва ли не официальных документов. Вот что с этим делать? Это приживется как-то или что это? Литературный язык не живет изолированно. Вокруг него много разных других пластов, которые не входят в понятие литературного языка, но которые все вместе составляют наш такой прекрасный русский язык. Это и диалектная лексика, и профессиональные жаргоны, и слова просторечные действительно. Есть слова разговорные, но разговорные – это тоже часть литературного языка. Иногда какие-то слова из литературного языка уходят в жаргоны в просторечие. Какие-то варианты могут туда уйти. Ну, например, библиотика. Сейчас этот вариант расценивается как просторечный. Когда-то он был эталоном, литературной нормой 19 века. Сейчас это просторечие. И наоборот, какие-то просторечные жаргонные слова могут стать вполне литературными. Заместь. Ну, здесь очень хороший пример, его многие приводят, потому что он показательный. Такое выражение – втирать очки. Это нормальное крылатое выражение в русском литературном языке. Изначально это из жаргона шулеров-картежников. То есть такой воровской жаргон выражения вошло в литературный язык. Такие слова, как «покамест» или «евонный» или «ихний», они находятся за пределами литературного языка и довольно долго уже находятся за его пределами и довольно долго стучатся. Но их туда не пускают. А вот скажите, на грамоте вы фиксируете же запросы, которые пишут? Просто буквально недавно одна коллега, ну, тоже это был скрин откуда-то, и там, значит, целый ряд запросов, так далее, как пишется, так далее, это, поясню зрителям, так далее. Вот в этом варианте было одним словом. Ну, да, есть такие вроде бы смешные ошибки, да, есть такая шутка, что это страна, так далее. Да, и вкратце, вместо вкратце, и координально вместо кардинально. Это, да, конечно, у грамотных людей такие ошибки вызывают шок. Но я возвращаюсь к этой мысли. Никто из нас не идеален, и никто из нас не может знать всего. И поэтому мы тоже можем рано или поздно допустить какую-то ошибку, и уже на нас будут показывать пальцем. Именно поэтому позиция грамоты, позиция других проектов, в которых я участвую, это рассказывать о том, как правильно, то есть не обращать внимания на ошибку, а говорить о правильности. То есть поставить знак плюс, а не знак минус. Рассказывать о том, как нужно, не показывая пальцем на тех, кто говорит не так, как нужно. — Скажите, а вот насколько должна возрасти вот эта критическая масса какого-то изменения, чтобы это стало нормой? Ну вот все говорили, помните, Горбачев вот это ввел, там, мышь. — Нет, это не Горбачев ввел, нет. Это тоже, кстати, очень распространенный миф. Есть такие мифы о русском языке. На самом деле варианты мышления и мышления фиксируются еще в XIX веке. В словаре Дали они есть. — То есть тот же договор, и договор сейчас, это вариант нормы, насколько я знаю? — Да, но тоже не сейчас, потому что договор... — Ну да, но в какой момент это становится вариантом нормы? — Да, я понял ваш вопрос, сейчас приведу пример правильный. Про договор сейчас скажу, что это вариант, который еще в 50-е годы в словарях был отмечен как допустимой разговорной речи. И сейчас в словаре точно так же пишут, что это допустимо в разговорной речи. То есть здесь больше, чем за полвека ничего не поменялось. А вот есть хороший пример — ударение «включит». Образцовая норма «включит» и вариант «включит» прежде запрещался. В 2012 году вышел большой орфоэпический словарь русского языка, который это ударение разрешил. Но тоже пока в разговорной речи. — Кто это решает? — Это решают лингвисты, которые знают, как развивается язык, знают законы языка, проводят исследования, как себя ведут варианты в речи разных людей и принимают решения. Но при этом очень важный фактор — вариант тот или иной должен быть одобряем обществом. Есть два важных фактора для того, чтобы то или иное слово, тот или иной вариант был признан нормативным. Он должен соответствовать языковым законам, и он должен приниматься грамотными, образованными людьми. И именно поэтому, например, ударение «включит» в словарь добавили, а ударение «звонит» не добавили. Потому что и «включит», и «звонит» соответствует всем законам русского языка. Перенос ударения в глаголах на корень — это нормально. Было «курит» — стало «курит», было «дарит» — стало «дарит», было «ценит» — стало «ценит» и таких примеров десятки. Но я сейчас закончу эту мысль, она важная. Но ударение «звонит» не принимается грамотными, образованными людьми. Именно поэтому оно в словарь не включается. Лингвисты понимают это, и даже несмотря на то, что это системно и закономерно, слова этот вариант не добавляется. Ну, все в традициях русского языка, в общем. Здесь так, а здесь так. Ну, это нормальный язык, живой, да. Заимствованные слова, иностранные слова, с которыми постоянно возникают вопросы, как их писать через «э» или через «е». Сохраняется ли при транслитерации ударение? То есть мы постоянно сталкиваемся, тем более слов этих сейчас очень много, каждый день появляются новые. Что с этим делать? Лингвисты следят и за этими процессами. Те слова, которые становятся фактом русского языка, добавляются в словари. Например, в том самом словаре, о котором я говорил, академический орфографический ресурс «Академос» на сайте Института русского языка, уже можно найти кэшбэк, уже можно найти хэштег, уже можно даже и ковид найти. Но ничего не поделаешь, эти слова стали фактом русского языка, их надо писать, они нужны пишущим, и лингвисты говорят о том, как их правильно писать. Но, конечно, далеко не все новые слова сразу добавляются в словари. Словарь академически и не должен фиксировать все, что тут же появляется в языке. У нас немножко другая словарная традиция, мы ждем от словаря, что он все-таки предписывает, как говорить и писать. И поэтому какие-то слова-однодневки даже не успеют попасть в словарь и исчезнут так же быстро, как и появились. Владимир, последний вопрос, поскольку у нас уже времени осталось совсем мало. Русские слова длинные, если мы на английский переведем нашу речь, сразу все будет короче. В мессенджерах, в общении, в личном общении, в переписках, в комментариях, в соцсетях мы часто сокращаем слова, в общем, тасуем их, как хотим. Может ли язык как-то редуцироваться автоматически? Видите ли вы эту тенденцию? Мы опять говорим, что язык – это одно, а правописание – это другое. То, как мы пишем и то, как мы говорим – это разные вещи. Ну, длина от слов понятия относительная. Русские слова длинные по сравнению с английскими словами. Ну, например, по сравнению с финскими словами или немецкими, они короткие. То, что мы сокращаем в такой быстрой переписке, здесь можно вспомнить древнерусские тексты, где тоже сокращались слова, ставился специальный значок над словами, и они сокращались. Так вот иероглифы, да. То есть здесь, в общем-то, в каком-то смысле это возвращение к истокам. От того, что мы сокращаем слова в переписке, в быстрой, в самом языке слово не поменяется. Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо, что пришли ответить на наши вопросы. Зрителям напомню, что сегодня в нашей студии Владимир Пахомов – научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру». Это была программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин